Результаты, информация будет высадить, а сколько уже всего, 10 марок, 10 марок, у нас стараемся так вот брать, на самом деле, очень много, и в прошлом году мы взяли 16, и это вообще не вся была, и краткость, я не знаю, марок в принципе, не нужно собираться, и вот действительно нюанс такой, что один и тот же производитель, на самом деле, выпускает много торговых марок, есть производители, которые выпускают, допустим, делают икру в России, плюс еще делают в Украине, подчеркуют на отдельном заводе, это уже иногда создает определенную неразмеривку для потребителя, но выбор достаточно большой, и есть свои нюансы, да, вот то, что уже озвучивали, икра по ТУ, это, она делает, в Украине можно только по ТУ делать, по ГОСТу его не сделайте, потому что ГОСТ предусматривает свежий сырье, в Украине свежего сырья нет, и не бывает, у нас лососи своего просто столько нет, то есть обязательно в Украине делается из замороженного сырья, и то, что касается консервантов, в Украине это обязательно будет уротропить. В России вместо былого возможности делать икру из свежего сырья, по ГОСТу, ГОСТ как раз за очень жесткие условия ставит, то есть только из свежего сырья делать икру, и, конечно, вы понимаете, что производство продукта из свежего сырья в максимально сжатые сроки, это всегда получается как бы лучше, Единственный нюанс, что бывает, допустим, икра из России, ну, за счет того, что она возится, за счет того, что она из свежего сырья, она может быть дороже, чем украинская икра, но с другой стороны, на самом деле, бывают частные проблемы, когда вы покупаете баночку икры, открываете, а там вот такая вот плавают оболочки икры на самом деле в каше, вот это очень большая проблема замороженных технологий. Вообще, когда потребитель пытается выбрать, купить икру, очень важно отчитать то, что написано на антикетке, то есть, в первую очередь, это касается вида рыбы, от которого взята икра, потому что это может быть нерка, может быть кита, может быть горбуша, иногда даже форель встречается, это все рыба, семейство, лососик, но нерка, она мельче и форель, она мельче, и она ярко-красная, и человеку, который этого не знает, он может подумать, что ему попалась какая-то искусственная игра, на самом деле, а она такая и должна быть, то есть, кракет и горбуша, она такая круглая, она оранжевая, то есть, это просто особенности икры, и некоторые производители, к сожалению, этого не учитывают, и бывает и потому, что даже не пишут вообще на антикетке такой икры. Дальше нужно обращать внимание, действительно, в Украине, в России она сделана по ТУ, по ГОСТу, состав, то, что касается консервантов, то есть, оба варианта именно права на существование, и даже, как бы, каждый потребитель выбирает, и важно еще, конечно, обращать внимание на массу баночек, потому что нюансы очень интересные, стандартная икорная баночка 240 грамм, вот так, к ней вроде бы привыкли, но и с годом в год баночки мельчают, да.